Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! С вами Татьяна Дьяконова. Сегодня для меня очень важный и ответственный день, потому что наш рассказ будет посвящен самому древнему городу Украины – Килие. Сейчас мы с вами находимся при въезде в город трасса Килия-Шевченкова около фрагмента крепостной стены с надписью «Килия». Приближается очередная великая дата – День города. Именно этой дате и посвящен наш рассказ. Сегодня всем нам предстоит отправиться в далекое путешествие на много веков назад, где собственными глазами вы сможете увидеть древнюю Килию, воплощенную на картинах местного художника Николая Дичева, и сможете открыть для себя много нового и удивительного о нашем древнем городе. Итак, друзья, усаживайтесь поудобней. Обещаю, у нас сегодня будет чем вас удивить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте, папа! Сегодня у нас очень интересная и важная тема. Тема истории нашего древнего города Килии. Я знаю, что твоя творческая работа тебя заставила очень глубоко изучать историю, архитектуры и культуры соседних стран. Ряд твоих художественных работ посвящены древней Килие. Некоторые художественные работы имеют элементы документальности. Накануне дня города я хотела бы, чтобы ты рассказал о своей точке зрения на историю нашего города. Да, постараюсь, конечно. Есть много о чем рассказать, но прежде все-таки я хочу обратиться к нашим землякам-киличанам с наступающим большим праздником День города. Города древнего, известного во всех странах мира, даже когда он еще начинал свое существование. Да, хочется начать с того, что, вы понимаете, сейчас надо будет вопрос такой. Ну вот День города. Ну а что это такое? И зачем этот День города? Да, раньше вроде его и не праздновали, и не отмечали, и почему-то, значит, все обходилось без этого. Теперь начали праздновать День города. А я хотел бы сейчас-таки телезрителям и нашим землякам обратить внимание на такие вещи. Значит, каждый город имеет свою биографию, какая бы она ни была, и большая, и малая, и древняя, и не древняя, значит, да. Но знание биографии и города, и человека, она дает какие-то определенные направления в жизни. Я хотел бы обратить внимание на следующее. Вот, значит, если не знать эту биографию, не гордиться историей нашего города, на что это может выйти? Вот иногда мы отмечаем такой факт. Недавно руководство нашего города, значит, посадило ряд платанов по улице Мира, по центральной улице. И что же отвечают газеты? Через некоторое время несколько платанов были изломаны. Пришлось пересаживать, значит, доплачивать. Почему были изломаны? Потому что ходят школьники, ходят взрослые, хулиганье, многие взрослые и невзрослые, пьяные и непьяные, они плохо воспитаны. Они не уважают свой город, значит, да. И поэтому идет на ходу, кидает камень в окно, ломает попутную, там, что видит какое-то дерево произрастающее, такое недавно посаженное. Вот у нас на поселке построили стадиончик, очень хороший, новый, в честь и квала нашему городскому голове, что построил, значит, это. Но вокруг стадиончика даже посажены такие газоны из травки, его поливают, травка растет. Я смотрю, дети бегают по этому газону, а он должен украшать, а они топчутся, кидают бутылки. А это от чего? Что школа, наши родители, наши телезрители, скажем так, значит, по-видимому, плохо знают историю, а даже то, что они видят, они этим не гордятся. Городам надо гордиться. Он воспитывает людей, он делает их культурнее, делает их патриотами города. А когда идет человек, значит, ему на все, значит, да. Поэтому я хочу на все наплевать, значит, да. Где-то черепок кинул, где-то там высморкался тоже, плюнул, значит, где-то бумагу не в урну кинул. Это бескультурье говорит о том, что мы не знаем ни своего города, ни его свою историю, ни чем мы должны гордиться. В некоторых эпизодах нашего города мы можем даже гордиться этим делом, значит, да. Поэтому, значит, если перейти все-таки более подробно, как вот ты сказала о том, что, значит, древний город, значит, я вникал в историю соседних стран, в культуру и архитектуру, значит, да. Потому что я, как художник, исполняя какие-то работы, обязан не быть каким-то слепым человеком, что видел, то и нарисовал. Я руководствовался другим принципом. Принципом, значит, чтобы эти работы были еще как бы документальными, чтобы они соответствовали действительности. Да, в некоторых работах, которые я потом вам покажу, уважаемые телезрители, да, будут некоторые как бы элементы архивных данных. Ну, допустим, с петербургского архива, московского, румынских, бухаретских архивов. Ну, вот, но это маленькие такие рисуночки, такие черно-белого изображения, и при том какой-то фрагментик. Я вам как-то потом покажу, значит, да, фрагментик. Но когда я смотрю на этот фрагмент, и вдруг вижу, это какой-то немецкий художник, даже не видел келью, но что-то нарисовал. Вот. Я же руководствуюсь тем, что я местный житель. Я вижу наш воздух, наш берег, нашу землю, наши деревья, наше все наше. И я некоторые вещи вписываю в наши пейзажи, в нашу структуру килийскую. И они приобретают уже нашинское, документальное. Вот. Поэтому в таком вот духе мои творческие направления, значит, руководствуюсь этим. Поэтому я прямо заявляю, что если вы увидите какую-то картину или какую-то работу, значит, о килии, о килийской пейзаже, они в основном-то сделаны все-таки с учетом нашей натуры. Да. Это килия, это наша Бессарабия, это наш край. Поэтому хотелось бы именно на это обратить внимание. Что же все-таки хочется сказать о начале нашего города? Об этом говорят много. Значит, и много надуманного, много такого, что спорного. В чем же заключается? Вот говорят, что наш город, раньше его называли как Баликастамон, вот, я бы, это волчья пасть так называемый в переводе с греческого, но я хотел бы сказать другое. Вот когда выходишь на Дунай, и кто знает наши тут окрестности, значит, с острова смотришь, на других мест, значит, да, и смотришь, что именно наш город находится на каком-то удобном месте. И даже в древние времена, когда здесь бегали скифы, кочевники, когда пресная вода, ее вдоволь, когда вокруг растут какие-то там фрукты, деревья, значит, ягоды, что-то такое вкусное, а в Дунай было очень много рыбы тогда, значит, да, они не могли здесь не остановиться. Это богатейший край. Поэтому, да, в те времена мало ли кто там, мало кто занимался серьезным земледелием, вот, но проходили кочевники, и они, эти кочевники, здесь пожили немного, значит, все тут съели, убрали, значит, да, а потом передвигались на другое место попутно, все сжигая. Я хочу теледрителям, как бы, немножечко забегая наперед, сказать, что где-то несколько лет назад я, проходя мимо Килийского элеватора, обратил внимание, что там на улице, на повороте на улицу Кубышкина, возле забора вырос, выкопан огромный такой котлован, значит, да, довольно глубокий, метр четыре-пять глубиной. Я с любопытом подошел, посмотрел, и вдруг увидел, о, Господи, там, как слоеный пирог, из черепков, золы, значит, куски каких-то колонн, значит, и все такое. Я спустился вот от котлован, кое-что там даже и повытаскивал, кусок колонны вытащил, спрятал в кустах, но ее кто-то у меня украл, значит, я думал ее отнести в музей, да. И когда я стал задумываться, а почему же это такой слоеный пирог? Зола, черепки, амфор, все это керамика, это не железные, там, не мраморные, а все обожженная глина. Я хочу обратить внимание, что местные жители знают, что если пойти, значит, на Дунай, набрать этого иила нашего килийского, высушить, он становится как бетон, его не разрубишь. Поэтому в старину из этого иила делали и черепки, то есть делали глиняные амфоры, там, тарелки, миски, там, всякие амфоры, там, для масла растительного, там, для вина, все остальное. То есть я увидел здесь, в этом копловании, в разрезе историю жизни нашего города. То есть вот эти золаты, пришли кочевники, снесли, что там было, значит, и подались дальше. Потом город восстанавливался, как из пепла, как фених из пепла. Потом опять та же история, потому что пока цивилизации не было, были там скифы, были сарматы, были другие. Это были племена, которые кочевали, значит, были хазары, были там другие, значит, да. Они долго не задерживались, поэтому история килии, она еще не изучена. Поэтому я, именно показывая свои работы, пытался учитывать историческое прошлое нашего города. Поэтому, значит, первое упоминание о килии, конечно, многие знают из книг, упоминают все-таки об этом древние греки. А почему именно древние греки? Я вот читаю Геродота, это древнегреческий, значит, историк, писатель, значит, да, он, я обратил внимание на такой факт, что древняя Греция со всеми их воинами, Спарта и Афины, там и другие, значит, воевали между собой. Все-таки население, как бы, умножалось, разрасталось. А страна-то небольшая, надо было чем-то питаться, где-то жить, где-то развиваться. И поэтому греки начали путешествовать на кораблях своих. Вон, помните, там, поход за Золотым Руном, значит, да, там, другие, там, рассказы, значит, там, Абахили, который был, значит, находился на острове Змеином, значит, да, то есть реки искали места обитания. Они нашли. На нашем крае, на Северном Причерноморье, вон там Херсонес, вон там под Николаем, вон на Крыму, в других местах остатки древнегреческих строений, они еще сохранились. Кирик, к сожалению, не сохранилось, но они вынуждены были где-то искать новое место жительства. А наш край, хоть чуть-чуть холоднее, чем в Греции, но зато очень благодатный. Здесь очень родящие земли. И поэтому греки вначале, древние греки, вначале вывозили отсюда значит, зерно, скот, рыбу, вот, а потом вынуждены были, это торговые работники, торговые люди древнегреческие, купцы так называемые. А потом, значит, это настолько вывоз стал развиваться, это так понравилось, это так пришлось по вкусу древним грекам, что они вынуждены были не только уже вывозить, но и делать склады здесь на нашей местном келье. Какие склады? Какие-то там, ну, кельи, это склады, значит, значит, да. И, значит, именно так легенда гласит, что именно в связи с тем, что древние греки здесь поставили свои амбары, склады, кладовые, да. И как кельи, это склады, и это намекает на город келью. Вот, все может быть. Где-то говорили, что и Ликостомон, говорили раньше, наши ученые говорили, что где-то рядом с кельей, где-то между лесками и кельей, значит, но это не находят никаких раскопок. Здесь находят раскопки, там не находят. Поэтому, в конце концов, пришли к выводу, что келья, это бывший Ликостом или Ликостомон. Вот с этого и началось мое изучение истории. Вот, но что было дальше? Ну, история, она, это не как кино, что она показали в 5 секунд. Она длительная, период времени, идет в развитии, в развитии цивилизации соседних стран. Значит, сюда зачастили к древним грекам, значит, и болгары. И, значит, племена, этих вот, значит, молдавские племена, значит, да, молдаване, значит, да, здесь пососедние. А особенно зачастили сюда, значит, и другие страны, в частности, страны Средиземноморья, значит, да. Это и римские, это и вредные Уэсты, это, значит, и другие, значит, города сюда зачастили. Они имели огромный флот, но я хотел бы обратить внимание на то, что именно родоначальниками нашего города все-таки были византийские греки. Византия в те времена, значит, она уже, ну, после 70-х годов нашей эры, мы знаем по религии, что рождение Христа где-то в 60-х годах нашей эры, и уже стало развиваться православие, и именно древняя Греция, в том числе, и они же развивались сюда ближе, в Византии, нынешней Турции, значит, они были все православные люди, и вот греки, те, кто селился здесь, они были православные, и там было их немного, но им надо где-то было молиться, где-то исполнять свои ревозные обряды, и они строили церкви там, где они жили. Еще город был такой, знаете, как говорится, начинал свои уже, как вам сказать, такие городские, культурные, строительные ценности, значит, да, а, значит, начали с церкви, небольшая церкушка, почему я об этом говорю, потому что я ссылаюсь на различные документы исторического значения, вот особенно у меня есть литература о строительстве крепостей, любая крепость или какой-то замок, он не мог быть или без церкви, а если даже церкви не было, то где-то в стенах делали какой-то алтарчик, аналоги, там и молились, поэтому, но у нас еще до строительства крепости, значит, да, потом они построили небольшую крепость, построили церковь, вот, далее я хочу сказать, дальше возле церкви, для того, чтобы защищать свои склады, свои амбары, было построено небольшой замок, очень небольшой замок, значит, возле церкви, значит, да, и вот этот замок стоял некоторое время, пока не началось строительство уже большой крепости, но строить его уже начали купцы из Италии, с Генуи, значит, да, Венеции, между ними там еще и была, значит, или, кажется, грязня, они там не могли поделить зерно, там друг друга обманывали, это есть все в истории, но именно они уже начали буквально строить уже большую крепость, и там маленькая осталась как бы внутри, мы это увидим уже на картине, да, и поэтому вот древние генуэзцы, торгуя, значит, с нашими земледельцами, с землепашцами, с теми же греками, что там остались, значит, да, они оставили свой огромный след, что они решили как бы уже город защищать, значит, от набегов различных кочевников, а эта крепость была построена только для этого. есть упоминание о том, что патриарх Византии в 860-х годах нашей эры упоминает о Килии, то есть Килии, как таковой, еще и не было, как большого города, ну, был какой-то замок, была церковь, но он упоминает как свой религиозный округ, там, где не было церквей, не упоминалось, что там округ религиозный, он относится к Византии, подчиняется ей. Вот так Килии упомянули в этих годах, это, значит, уже в 9-10 веке упоминается наличие в Килии, значит, какого-то православного региона, вот, поэтому мы можем уже полностью считать, что он уже распространялся как город, вот, и, значит, о нем уже упоминается уже в этом религиозных и других исторических документах. К сказанному я могу добавить такое, то показываю вам план нашего города уже, значит, как в документальном изображении. Вот тот маленький городок, который я вам сказал раньше, вот он, я вам показываю его, как говорится, контуры, а вот тот замок, тот замок, который хранял, видите, маленький кусочек, там такой, там несколько зданий и больше ничего. А вот в центре этого маленького отрезка находится церковь. Это древний план города, значит, составленный еще в 1790 году. Это план города, вообще влачий план, но я показываю план еще древнейшей части города. Это уже он потом разрастался, значит, это, как говорится, пригороды. А, значит, этот вот он был вначале такой маленький, даже еще меньше. А вот этот маленький, как говорится, замочек, и недалеко от него находится церковь. Это, о котором мы будем дальше говорить уже более подробно, значит, да. То есть город, вот река Дунай, значит, вот это, значит, сама крепость уже более разрастенная, а это уже пригороды, дальше, которые были инженерами России после взятия Килии, показаны, значит, уже в графическом изображении. Вот мы видим свой город в те времена. Я сейчас вам покажу город в большом размере и увидите, как он, чем, что он собой представляет. Вот та часть маленького города, вот она находится здесь, в Азидуная. вот замок, четыре башенки и вот несколько там домов в этом замке и все. Остальное это уже дальше город Россе на таких размерах где-то было где-то в пределах 3-4 тысячи населения было, жило в этом городе. Но это тоже в крепости, это в крепости. Далее, что я вам показывал, это уже были посады, это уже достройки были. Вы видите, значит, загороды, видите, что он был обнесен рвом и вода в нем, видите, вот синяя полоска, это, значит, вода вокруг этого, вокруг крепости. И дальше Дунай, маяк. То есть, город, но обратите внимание телезрители, что нет тех ровных улиц, какие у нас сейчас, нет тех зданий, нет ничего такого. Это вокруг крепости формируется как бы, как, ну, как детки к своей матери прижимаются, к маме, да, то есть, главной крепости, которая их охраняет, они к ним жмутся, видите, кривые улицы, городики и все остальное, которое гласит о том, что наш город был уже разрастался, он уже формально уже стал настоящим городом, который упоминается. Но чем он был, наш город прославлялся? Я раньше сказал, вот причалы, значит, дело в том, что вокруг города была очень родючая земля. Что же там выращивали в те времена? Значит, первое, это озимая пшеница, ячмень и просо. Больше ничего не было. Кроме этого, значит, вокруг города было очень много травянистых растений, то есть плавни, степь, пустая, значит, и там бы послался огромная стада скота. Это овцы, коровы, лошади и самое главное, или почти главное, Дунай был очень полон рыбы, значит, при том, очень много было осетровой рыбы, значит, да, которая, значит, говорится, она ценилась на весь золото, то есть армию, вот эти генуэси там и другие грехи, они даже платили своим солдатам, значит, как бы за службу в армии рыбой, дорогой рыбой, значит, да, и еще самое главное, значит, чем славились, значит, наши окрестности, значит, виноградарством. Вино шло и за границу с Систалии, с Венеции, значит, с Генуэ, завозились там различные ковры, изделия, значит, чаши, сабли, мечи, копья, а оттуда вывозились продукты питания. Это был благодатный край, который кормил все прилегающие страны к Черному морю, Средиземном море и далее, 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 значит, да. Поэтому я хотел бы вам показать уже самое главное, к чему я ланился, потому что читать вам лекции по истории, ну, это как-то неинтересно. Что же художник покажет, то, что он сделал относительно исторического прошлого? У меня есть небольшая картина, которая построена на документальных данных. Документальность этой картины состоит в следующем, что с правой стороны это гости из Генуи, Генуэссы. Она так и называется. Генуэстры встречаются с кельичанами. Первоначальный автор вот этого рисунка это какой-то немецкий гравер. Маленькая такая работка, которая показывает пол церкви и только кусочек вот этих гостей. Ну, и вот эти подарки, что они привезли в город Келью. Вот это пол церкви, так, значит, пол дверей, вот эти священники и все остальное. Маленькая работка, там ничего не было видно. Потом при серьезном изучении я обнаружил, что недалеко от этих священников стоят дети с иконой и встречают гостей, и там вот на них какие-то узлы, подарки, якобы они встречают. Но не показаны, да, эти вот гости, это стоят и воины генуэзские, итальянские, они с алебардами стоят, вот видите, на пиках топоры, но сзади виднеется то, что я вам говорил, знаете, тот маленький замок, который был родоначальником нашей уже крепости, да, и самое главное, недалеко от замка находится та церковь, которой я веду речь, эта церковь, о которой будем говорить дальше, это церковь успения Божьей Матери, да, вот он, видите, тот же купол, те же там пристройки по бокам, вот тут попристроено, значит, все, но я, как художник, обратил внимание, но как это формально, значит, генуэзцы встречаются с священниками из церков, а где же население, любопытные, нелюбопытные, значит, они готовы встречи гостей, и поэтому у нас у православных людей, у славян, особенно, кто именно уже, как говорится, православие принял, да и до православия была традиция встречать с хлебом с солью, и вот вы видите, я уже как бывший инженер, значит, определил по перспективе, что если мы видим пол церкви, то есть почему мы не можем увидеть целую церковь, я ее не достроил, сделал ее целую церковь, значит, остальное я оставил как есть, далее, я показал, далее, значит, сзади в церкви были там здания какие-то, люди жили, и показал и население нашего, нашего кельи, это уже, как говорится, население нашей кельи, тоже стоят там солдаты с пиками, там, с хоругвами, да, вот, значит, стоит женщина, ну, явно славянского, молдаванского типа, значит, да, с хлебом, с солью, вот, вот, он стоит возле бочки с ковшиком вина, вот бочка, видите, он стоит, довольно мужчина, вот ребенок, если вы быстро рассматриваете это происшествие, то есть, мы создали документальную картину о событиях того времени, это, значит, уже средние века, когда в кельи, келья уже, значит, как говорится, как город, вот я вам показал в начале город, значит, она уже торговала, она уже развивалась, уже заходили корабли, между прочим, хочу сделать небольшое отклонение, корабли заходили не со стороны Вилкова, а со стороны Сулинского канала, за Измаилом, там есть, значит, тоже на Черном море, здесь Сулинский канал, они туда заходили, они были грибные корабли, да, ну, они, да, они были и грибные, но они же возили и грузы, и зерно, и там, и мясо, и скот, и рыбу, там, все остальное, шкуры тоже, да, поэтому наш древний город уже, значит, представлял вот такое зрелище, значит, я к чему хочу сказать, почему именно, я обращаю внимание, что до этого времени, ну, скажем так, до моих занятий творчеством, келья об этом не знала, это впервые появилась, значит, моя картина, притом основана на документальных данных, это я их показываю, значит, это уже картина встречи филийцев, значит, и с купцами, и с воинами соседних средиземноморских стран, ну, я сказал Генуя, там, Венеция, все, это же Италия, но там, когда каждый город был республикой, государством, и эти государства торговали нашим краем, значит, в наш край уже поступали различные, вот видите, различные, и щит, и меч, и амфор, и вазы различные, вот, а наши, видите, рыбу поставили, значит, там, еще какие-то другие вкуснятины, да, вино им предлагают, хлеб, соль, то есть, идет дружеская встреча, здесь нет года, здесь показан факт, значит, который длился, ну, не сам этот факт, а факт торговых сделок, торговли нашего края, нашего города, с этими средиземноморскими странами, длительное время, значит, он прекратился, может быть, уже после того, когда Константинополь, когда Дрой был захвачен уже турками, он уже стал турецкой страной, уже Османская империя, но до Османской империи, здесь побывал, значит, и император, значит, византии в Килии был, он ездил в Европу, были разные купцы, и путешественники с европейских стран, тут описывают прелести Килии, вот, значит, да, вот, поэтому мы видим перед собой, главный наш город, в своем величии, Ты рассказал сейчас о самом городе, а хотелось бы узнать о людях, какие же люди жили, чем они занимались, какой веры они придерживались? Ответ непростой, население здесь было пестрое, здесь были и греки, были и молдаване, были и болгары, много было и славянского населения, значит, оно менялось, значит, приходили различные, город переходил в различные руки разных королей, разных государств, вот, но в основном это были православные люди, значит, это были здесь и цыгане, и армяне были, и греки, и люди славянского населения, и в том числе и молдаване, были и валахи, но в этот период, что хочется отметить, что именно, когда Килья вот расцветала, когда мы можем нею гордиться, значит, я же говорю, что даже был консул Кильи, это было, так называемое, маленькое посольство, где Килья, как отдельная республика, торговала с разными странами, консул у Кильи, вот, но, все-таки, в Европе продолжались войны, и иногда, вот, значит, мы помним, в 1646 году, Килья была взята, значит, молдавским господарем Шефан Челмари, или, как по-русски, перевести Стефаном Великим, они во время зимы, когда Дунай стоял, они, войска этого Стефана, перешли Дунай по льду, и атаковали крепость, и взяли крепость, конечно, они пробыли здесь недолго, где-то примерно 25 лет, вот, ну, самое интересное, что молдавское княжество, молдавское государство, ожидая нападения различных врагов, все-таки расширило крепость, привлекло сюда 17 тысяч рабочих, заставили многих крестьян, значит, их, как бы, ну, мобилизовали, значит, да, и 300, 300 каменщиков, кладчиков стен, это мастера были, значит, да, это огромное число, значит, людей, которые работало на укрепление крепости, значит, расширение ее, вот, это копали рвы, значит, вокруг крепости, значит, ну, и кое-что уже, кое-что достраивалось, старая крепость укреплялась, старая крепость укреплялась, другая достраивалась, она уже стала более-менее, она уже занимала где-то около двух, около трех гектаров, 2,7 гектара площади занимала крепость, вот, что можно еще отметить, что именно после Стефана, неожиданно, во время там очередных войн, Келья перешла в венгерское государство, вот, по договорам различным, кто кому-то уступал, там, это целая история, я как художник, я мог бы вам рассказать, но это довольно нудно и долго, да, я хочу сказать, что потом Келья перешла в Венгры, в Венгры находились в этой крепости, и вот в это время, пока находились здесь венгры, эту крепость, значит, организационной крепости в городе, значит, они там, как бы, властвовали, значит, что интересно, значит, да, в это время развивалось турецкое государство, и оно начинало, ну, как бы, захватывать соседние страны, и поэтому, я вам чуть раньше сказал, что император Византии, чувствуя приближение опасности, через Келью, ехал выше туда, значит, в западноевропейские страны, где собирался, как бы, организовать какой-то союз по отпору турецким захватчикам, но ему не помогли, и вскоре Византия была взята, Константинополь был взят, да, значит, и турки захватили все эти прибрежные, ну, те там, значит, Грецию, там, Баспор и Дарданелы, там, ну, еще вот эти, Византии, все было захватено, стало, так называют, турецкой империей, еще и назвали атаманской империей, вот, но турецкие силы на этом не остановились, они стали появляться, значит, и на наших берегах, на берегах нашего края, вот, конечно, значит, несколько раз им дали отпор, они, как бы больше не трогали, но, значит, в 1484 году здесь появился султан, Боязид II, значит, пытался взять Кирью штурмом, но не смог ее взять штурмом, Кирийскую крепость не мог взять штурмом, вот, вытоптал все окрестные посевы, и два года ее там окружал, он так не мог, но взял ее, нашлись в городе Кирии предатели, которые за деньги открыли ему ночью крепостные ворота, так Кирия оказалась под властью Турции, и вот я вам хочу показать, это уже документ, это не мое творчество, это копию я сделал с документа турецкого, рисунок Кирийской крепости, начала 16 века, это 1500-х годах, архив дворца Топкаты, город Стамбул, вот как турки изображали, изображали Кирийскую крепость, Кирийской пригороды, то есть, вы видите, что мы пользовались, как говорится, и архивными данными, значит, да, вот такая вот она, здесь вот Кирийская крепость, вот корабли, вот тут все здания, они все примитивные, ну, это архивный материал, я хочу сказать, что в то время Кирия имела вид совсем другой, тоже те же самые, но уже она была нарисована художниками того времени, тоже, значит, заграничными художниками, это не местные, видите, какой она имела вид, видите, сколько миноретов, а их было около 15 миноретов, при том, самое главное, главный минорет, вот он, главный минорет, я вам показываю, это, я вам поясню, почему он главный, дело в том, что, когда была захвачена крепость Кирийская кирия, турецкий султан не посчитал нужным что-то строить, он захватил эту церковь, о которой мы говорили, были построены еще греки, значит, да, и сделал с нее мечеть, сделал с этой крепости мечеть, значит, и вот какой, какой вид имела Кирия в более широком масштабе, с другой точки зрения, это я показываю уже свои работы, это, видите, наш кирийский воздух, кирийский вид, значит, наверное, телезритель обратил внимание, что за городом какая-то гора, он, видите, я вам показываю, да, а у нас ее нету, но они подумают, ну, какой художник, лгун, да нет, не лгун, все-таки мы видим, что вокруг крепости выкопан роу, значит, а куда землю девали, значит, на подводах вывозили за город и сделали так называемые, ну, как вам сказать, холмы такие поделали, вот они, художники древности, их изобразили, то есть, при Стефан Чалмаре, который я сказал, он завел 17 тысяч рабочих, значит, ну, каких рабочих, просто мобилизовали, значит, крестьян, значит, на подводах, все сюда и работать, значит, да, вот, поэтому вот эти холмы и появились, вот, а потом постепенно, когда кирия расширялась, с холма убрали эту глину, везли, делили лампачи, и кирия расстраивалась, они никуда не делись, их просто убрали, вот, я хотел бы показать еще свою работу, которая сделана же мной по перспективе, вот такой вид имела кирия, уже со стороны Румынии, ну, со стороны Дуная, со стороны элеватора, видите, это уже не кирийский рукав, а это наш рукав, как говорится, затон наш, или, он раньше назывался тайм-манчук, он тогда был судоходный, там много было рыбы, значит, и вот, как говорится, здесь, вон, такой вид имела кирия, прекрасный вид, значит, да, вот, стоят корабли у причалов, значит, другие корабли заходят, значит, да, то есть, как вы, как вы видите, значит, наш Дунай, но, крепость, как, как же я нашел крепость, я, изучая в институте перспективу, как бы мысленно повернул город, значит, чуть-чуть боком, 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 показал его уже в глубине, значит, да, он какой есть, то есть, это мои творческие, творческая, мне проба, творческая работа, которая показала кирию, как бы, ну, как сейчас в интернете делают, могут повернуть и вверх, и вниз, и сбоку, и все, но я это мысленно сделал, значит, и вот мы показываем картину, значит, которая, такая, такой вид кирии, какой она уже имела, вот уже при турках, значит, да, вот видите, вот это тоже главный минорет, тут же церковь наша стоит, значит, для минорета, потому что султан, значит, ее, значит, эту церковь, значит, не построил, а просто ее перестроил, значит, я вам говорил, что вот там минорет, значит, возле церкви, я хотел еще раз вернуться к этой церкви, церковь, вот видите, написано, старым шрифтом написано, Килийской, Свято-Успенской крепостной церкви, 22-й пограничной измаильской бригады, видите, все старинные царские еще буквы, тот старый шрифт, я хотел обратить внимание на следующее, что я чуть раньше говорил, что эта церковь была построена православными людьми, то есть, те люди, которые исповедовали православие, а именно тогда была как греческая колония небольшая, там, значит, да, они были уже верующие, они строили для себя эту церковь, вот здесь, вот здесь вы видите, я показываю такое углубление, значит, буква Н, значит, да, это они, значит, в алтаре сделали такое углубление и привезли откуда-то священный камень Магометян, и уже все окрестные турецкие там люди, которые жили в селах, там, в окрестных городах, сижались в келью, в мечети и поклонялись этому священному камню, вот, но это было построено, внедрено в эту православную церковь, значит, да, вот этот, тот же минорет, вот видите, вот я его показываю, он сейчас остался, у нас этот минорет и в остатке сохранились, мы его в городе видим, то есть мы видим на территории старой больницы вот этот минорет, я хочу еще обратить внимание, значит, вот, это было в шоуе звонится, я хочу обратить внимание на следующее, что мы говорили, что, значит, греческая архитектура того времени, православная архитектура, она строила, как говорится, держала вот эти купола и барабаны, купола на столбах, на пилонах, вот видите, столбы, это в то время, когда Россия, российские войска освободили келью, инженера, значит, российские инженера сделали поэтажный план у нее, это план, сделанный с натуры, даже вот эти размеры есть, вот они сделаны в сажениях, в этих аршинах, я их перевел на сантиметры, вот, тут полностью все размеры этой церкви есть, значит, да, вот вход, все остальное, значит, да, значит, и, значит, видите, значит, внутреннее убранство в виде креста, самое главное, что тут алтарь, видите, есть, у мусульман алтарей нету, у них здание имеет совсем другую форму, значит, поэтому те люди, которые говорят, что это была мечеть, она была мечеть при оккупации Ильи турецким атаманской империи, да, и я хотел бы на завершение этому сказать следующее, что турецкая оккупация продолжалась 324 года, и только 1812 году Кутузов, разбив турок, значит, да, было подписано мировое соглашение, 16 мая 1812 года, в Бухаресте было подписано мирное соглашение, составлялся, которому Южная, Беслижная, Чад Бессарабии, Аднистра, Прута, значит, Черного моря перешла, стала российской землей, была освобождена от турок. Продолжая свой рассказ, все-таки остановлюсь на этом последнем рисунке крепости, все, как говорится, на рисунке красиво, красивые дали, красивый Дунай, рыбаки стоят, значит, крепостные стены, рвы, значит, башни, значит, но мы все-таки не знаем, а что делалось внутри крепости, как жили люди в окрестных городах, в окрестных пригородах, точнее, то есть, что вокруг крепости там трая, там же были пригороды какие-то, люди жили вне стен крепости. Мы знаем, что именно келья в то время, именно келья при турецкой власти навсегда являлась центром торговли рабами, пренными, которые попадали сюда, на этот рабовладельческий рынок. Как же сюда попали эти рабы? Вокруг города, в окрестных селах турецкие захватчики поселили буджакских татар. Вот мы знаем Карамахмед, Амарбей, Яникей, Ташлык и другое все эти названия татарского происхождения. Именно татары делали набег на Украину, хватали пленных, хватали рабов и продавали за несчастные копейки в рабство в Турцию. Вы же прекрасно помните и знаете, что в украинском фольклоре ни разу, ни два указывалось на то, что некоторые смелые казаки, храбрецы, схватив оружие, приезжали освобождать своих братил в турецкой неволе. В данном случае мы можем говорить о такой версии про казака Голоту. Он же шапка, дирка, бирка на голове, дирка, иху шляху келлиимскому, келлию, освобождать своего побратима. Мы знаем, чем это закончилось, но речь идет о том, что действительно целые ряды, целые отряды рабов припровождались Турцией. Мы знаем, что даже Богдан Хмельницкий, сражаясь с турками под Цицерой, это в Молдавии, попал в плен и был келлии продан в рабство, где, как говорится, работал на галерах в качестве грибца. Поэтому потом уже, когда он освободился, он несколько раз набрасывался на Кельвию, пытался ее освободить, но не удавалось. Поэтому турецкие захватчики, они тут, говорится, за народ не считали, но в крепости в основном жили турки, турецкий гарнизон. Вне крепости жили там разные нас, как я сказал выше, там были и молдаване, были греки, были, и галузы, значит, и славянские, молдаване были все. Они жили, значит, как бы, ну, полурабы, полуграждане, они были в какой-то неволе определенной. И вот, значит, вы понимаете, я хочу перейти плавно к тому, что, а как же там были-то турки и появились какие-то церкви. Но я сказал выше, что, значит, ту церковь, которая у нас была построена греками, церковь Успения Божьей Матери, она была превращена в то время в мечеть. Вот как появилась церковь Святого Николая. Вот в чем дело. Речь очень просто. Потому что 300 лет это много, большой отрезок времени, значит, да. А тут появилось уже православное население, хотя оно было в полуарабском состоянии, но они должны были как бы верить в Бога, молиться Богу, какие-то обряды проводить, значит, да. И турки, значит, как бы, идя навстречу, значит, местной группе, местным общинам, местным православным согласилась за чертой города, за чертой крепости, значит, дать разрешение на постройку православного храма. Да, в те времена, хотя здесь были все-таки и турки, но они, значит, были как военные, не предприятия, а военные подразделения, вот, а управление, значит, местным населением, окрестностями, все-таки, это было возложено на молдавских господарей, господарей, да, ну, как говорится, наместникам, значит, они платили дань, вот, ну, а с местным населением она общалась, и вот, значит, это поручение местной общины было выполнено при господаре Молдовы Василию Лупу, был такой господар, значит, да, он был очень верующий, он очень, значит, корыться верил в Бога, и вот, значит, учитывая разрешение турецких властей, на нынешнем месте, где сейчас находится храм, значит, Святого Николая, значит, был, был какой-то раньше фундамент, который был разрушен на месте этого старинного фундамента какой-то церкви, все-таки, стали возводить вот эту нынешнюю церковь, значит, но не в том виде, какая она есть, это было небольшое, значит, однонефное, ну, прямоугольное здание с двухсказной крышей, вот, но турки настолько были щепетильны, что они сказали так, что вы, ваша церковь не должна быть выше наших миноретов, их там было много, я вам сказал, а она где-то в пределах, значит, чтобы лошадь не могла заехать в храм, то есть, заглубить это дело, значит, да, и вот, значит, чтобы прийти навстречу туркам, значит, где заглубили, значит, да, и она была заглубленная, и, как говорится, на пожертвование людей, на пожертвование, значит, господаря, значит, Молдовы, Василия Лупу, значит, она церковь все-таки, все-таки, ее возвели, вот, она продолжала работать, особенно большой клад внесли местные армяне, тут были, я говорил, жили армяне, внесли другие, и, значит, церковь работала, значит, но самое интересное другое, православная община, там было немного людей, поэтому церковь была небольшая, но время-то шло, люди умирали, и надо было где-то их хоронить, а только не разрешали на территории своей рай, православной, ну, в смысле, своего района, региона, хоронить православных, вот, поэтому пришлось всех православных, которые тут жили и умирали, хоронить на территории, где находился храм святого Николая, вот в чем дело, поэтому рабскому воздействию, рабскому насилию продолжалось и на верующих, и на неверующих, и на рабов, и на всех остальных, это был действительно, ну, такой оккупационный режим, который, значит, угнетал людей, делал их полуживотными, вот, но татары, турки, которые захватывали пленных и решили их продавать, в Стамбул, в рабство, значит, да, в Горемы, там, и в другие места, значит, да, на Галеры, вот, самое главное, что многие к этому сопротивлялись, многие не хотели в рабство, и вот, значит, килийская легенда гласит о том, что когда привезли очередных рабынь с Украины и продали их рабство, и когда, значит, многие же вывезли на Дунай, вывезли, уже посадили на Галеры и уже вывозили туда, значит, в сторону, значит, Черного моря, значит, некоторые женщины, а в частности называют одну из них Катенька, другую Машенька, не хотели идти в рабство, не согласились, и они бросились в Дунай и утонули прямо в Дунае, но население об этом подвиге знало и назвало в честь этих погибших героинь Украина, значит, остров, у нас есть Катенька и Машенька, значит, да, так что, то есть, у нас следы исторической жизни, оккупации, рабства, все это у нас сохранилось в легендах, в камнях, в церквях, в дорогах, в рвах, поэтому я вот показываю на своей картине, в тени вы видите Галеру, которая, значит, уже отчаливает от причалов кирийской крепости и возит рабу, вон сидят сзади на картине, значит, рабы, прикованные друг к другу, да, вот, и, значит, их увозят в Стамбул, ну, в Турецкую столицу, значит, да, вот, где будут проданы в рабство, ну, вот, две женщины, вот я вам показываю, две женщины, они тоже прикованные друг к другу, вот, и, не желая попасть в рабство, бросились в Дунай и утонули, это трагическое, значит, событие, значит, все-таки сколыхнуло население города, и они не забыли об этом, и назвали в честь этих женщин островами Катенька и Машенька. Как я говорил чуть раньше, значит, о том, что все-таки в 1812 году наш край, в том числе и Келья, были освобождены. Все турецкое рабство ушло в небытие. Значит, сюда стали направляться, значит, с разных уголков России, Украины, значит, переселенцы. Переселяли сюда людей, это и запорожские казаки, это и сараблядцы, это и гагаузы, и молдаване, и даже албанцы, значит, да. Дело в том, что Келья уже имела свой захудавый вид, значит, да, после этого, но Келья стала восстанавливаться. Я к чему хочу сказать, что направлялись переселенцы. Хочу отметить, что, значит, переселенцы, переселенцам выдавалось 50 гектаров земли, как бы не в аренду, а просто отдавали в пользование. Давали, значит, довольно приличную сумму на инвентарь, денег в рублях, в золотых рублях, значит, давали деньги на скот, на коней, на коров, значит, да, и не брали мужчин где-то ну, лет 30-40, значит, в течение 30 лет не брали их в армию, освобождались от воинской повинности, то есть создавались условия для развития нашего края, значит, и по сельскому хозяйству, значит, и по животноводству, значит, люди обустраивались, и вот именно в это время, когда начались, появились переселенцы, у нас появились пригороды, значит, это Марбия, это Маяки, это, значит, у нас Киев, ну, она тогда Киевская называлась, она называлась тогда Глупузевка, значит, даже, появилась другая пристройка, там, пристройка, не пристройка, пригород такой, значит, назывался Натягайловка, сейчас улица Кирова или улица Украинская, значит, да, далее там за городом был так называемый поселок Натягайлка, в основном из запорожских казаков. То есть началось переселение сюда людей, которые уже обустраивали наш город, который потихоньку превращался в наш уже современный город. И вот я показываю на своей картине вид кельи со стороны Румынии в то время, когда келья была уже освобождена. Уже первые признаки. Вот вы видите, стоят корабли, но еще марвокзала нет. Вы видите какие-то бараки, там стоят, видны трубы. Я покажу на другом рисунке, там более понятно. Это то же самое, но видны трубы различные. Вот церковь Николаевская. Что это за трубы? Это лесопильные заводы. А это, значит, мельницы. То есть в то время потихоньку начала развиваться промышленность. Горос стал приходить в себя. Значит, в чем это заключалось? У нас появилось множество мельниц, лесопилок. Лес сюда сгоняли, сверху Дуная, сюда по течению в виде платоу. Здесь были лесопилки. Были судоремонтные мастерские. Были мельницы. Маслобойки. Маслобойка некоторая у нас еще осталась с тех времен. Некоторые мельницы пооставались, а потом покажу их в будущем. То есть город принимал свои определенные формы. Стало, как говорится, набираться сил. И уже появилось что-то новое. Уже отрешенное от рабства. Время шло. Люди работали. Появились корабли. Грузоперевозки. Корабли из Англии. Из других дальних стран все заезжали сюда, закупали зерно. Элебатора у нас туда еще не было. Были грузчики, так называемые хамалы. Это я вам потом покажу, какие шлепы. Ну и шлепы, это баржи загружались. Я хочу сказать, что жизнь начинала развиваться потихоньку. Люди уже вживались, уже жили совсем нормальной жизнью. И время подошло к тому, что стукнуло уже сто лет. Как, значит, уже люди жили уже при новой власти. Сто лет со дня освобождения Келлии. Это было в 1912 году. Накануне этой даты, значит, приехали с Россией новые строители, инженера, специалисты по разным отрослениям, по религии. По строительству, стала замачиваться дорога, булыжная, мостовая по центру. Значит, были установлены электрические фонари. И самое главное другое. Значит, накануне этой даты, я имею в виду 16 мая 1912 года, в Келлии должен был приехать Николай II, царь российский. И, готовясь к приезду царя, значит, в срочном порядке поставили памятник, капличку, значит, да, вот она. Значит, в честь освобождения Келлии от турецкого ира. Раньше, знаете, делали какие памятники? Арки различные, разные монастыри через каких-то побед. А по данному случаю решили поставить вот такую часовню, которая должна отождествовать победы православия над мусульманством. Там даже на кресте этой церкви было написано, стояло крест, а внизу полумесяц. То есть крест победил полумесяц, значит, да. Вот. И по этому случаю, значит, царь не приехал, но что было сделано к этому времени? Значит, к этому времени к Новониколаевской церкви приехали инженера установить, пристроили вот эту часовню, не часовню, что я говорю, часовню, звонницу, вот эта высокая звонница, эта построена где-то в 1910-18 годах, еще накануне этого торжества. Царь Николай II прислал именные колокола. По окружности были надписи, выгравлены надписи, что в честь Советия Килии царь Николай II как бы дарит городу Килии вот эти именные колокола. То есть к его приезду было много интересных, как говорится, было новинок внесено. Много добавок, пополнений, значит. То церковь пристроили, то часовню установили, то построили, значит, инженера прорубили. Самое главное я чуть не упустил. Вы видели вначале, я показал, какой город ввел какую форму. Это полукруглую форму, охватывающую крепость. Но когда крепость разрушили и Бессарабию освободили, сюда приехали с России инженера, и они прорубили в нашем этом полукруглом, в таком, знаете, древнегреческом городе, значит, прорубили прямые улицы. Часть улицы осталась еще по старинке у нас, я потом расскажу, когда. А некоторые центральные улицы были прорублены напрямую, как город прорубили, европейский город. Лыжная, бастовая, значит, часовня, значит, все остальное, там, почтовое отделение. То есть кельян стала потихоньку прорубляться в европейский, а не какой-то, значит, как говорится, древнегреческий город, значит, даже. То есть она приняла форму. И вот я на этой картине показал митинг в честь, возле этой часовни, в честь освобод... Это было 16 мая 1912 года. Это был, так называемый, крестный ход в честь освобождения Кири от турецкого ига. Вот. Вот стоит, значит, как раз, вот священник, вот это позолоченное, значит, все дряси, значит, да, Дмитрий Афгура. Это был, был чинный того времени, это известнейший под протеерей, значит, да. Между прочим, значит, его могила, его могила, значит, находится или находилась возле церкви святого Николая. Значит, я хочу сказать, что, значит, торжеством было иллюминации. Были эти вот газовые фонари горели, значит. В новом парке, который воздвигла возле крепости, значит, княгиня Сангоп Толстая, верцогиня Сангоп Толстая, значит, там были торжества, там играла духовая музыка. То есть, это было огромное торжество в честь такого события. Столетие освобождения города от турецкого ига. Это действительно было событие, значит, да. Вот. И меня просто опять я возвращаюсь, удивляю то, что почему-то у нас это событие не отметили, когда было двухсотлетие. Непонятно. Ну, загадки за севопечатями. Вот. Поэтому вот такой был интересный праздник. Значит, я еще раз хочу акцентировать, что возле церкви святого Николая был похоронен, это, как говорится, благочинный, как это известный, он же был горожен царем, медалью Святой Анны за свою, значит, гуманитарную деятельность, он помогал больным и прочее, прочее. Его могила покоилась прямо во дворе церкви Святого Николая. Там была и другая могила, значит, у меня есть фотографии старинные, значит, да. Просто я не хочу это показывать, потому что засорит наш рассказ. Но сейчас этих могил нет. Где они подевались? А они были. Они зафиксированы, в каком месте там стоили памятники им надгробные специальные, ну, там крест железный, там все. Вот. Была ограда, значит, как раз вокруг церкви, дорога над царем, специально отлита аж в Петербурге. Ну, в свое время эту ограду разворовали, и она сейчас находится возле прокуратуры, кирийской части, а часть находится возле саночистки, там, металлический забор с такими пиками и все прочее, прочее. Это сейчас находится возле церкви, извините, находится возле церкви, это было сделано в судореводном заводе уже теперь недавно. Поэтому, значит, все как-то, понимаете, должно меняться в лучшую сторону, а она как-то не туда. Вот. Поэтому я хочу идти на другую тему, вернуться еще назад. Мы, говорит, я показывал вам план церкви Успения Божьей Матери, которой, остатки его остались в нашей городской больнице. Вот какой он имел вид, внешний вид, какой он имел. Я с помощью фотографий, с помощью документов восстановил его и показывал его, значит, говорится, в таком вот виде. Я хотел еще обратить внимание на то, одну секунду, значит, дам. прочитать газету «Дунайская заря» за 30 мая 2008 года, где написано конкретно, сжато, четко и по существу. Значит, что написано в этой статье? Я быстро отвлеку ваше внимание немножечко и быстро несколько секунд зачитаю отрывочек. Заместитель главы Рейхо-Зенвизрации по организационным вопросам Т.И. Татьяна Ивановна Мягченко сообщила, сразу после окончания реставрации церкви в Селедесантном на следующей неделе село отмечает свое 240-летие. В.В. Решетник ООЛАД берется за реставрацию остатков званицы Свято-Успенской крепостной церкви, а после ремонта помещений, построенных на средства графини Толстой, бывшие здания городской больницы, В.В. Решетник обещает заключить с городом договор, согласно которому в этом здании будет размещен национально-культурный центр, как это уже есть в других районах области. В осуществлении этой идеи господин Решетник приглашает к сотрудничеству настоятеля Свято-Николаевской церкви отца Михаила и директора районного краеведческого музея Бориса Александровича Райнова. Ну, времена изменились, кое-что изменилось, но это прозвучало на весь мир. Что намечено сделать? Вот здесь план я вам показывал церковь в виде креста. Вы видели там, значит, в виде креста? Вот, значит, это поэтажный план. Вот, значит, ее внешний вид. Церковь небольшая, она небольшая церковь, значит, да, но она являлась самым древним элементом нашей истории. Это со времен еще, когда в Кирии были первые переселенцы греков-крестиан. Церкви нет, остатки звониться это и осталось. И больше ничего. У нас осталась Николаевская церковь. Я не буду говорить о том, как она восстанавливалась. Эту церковь в свое время превратили в склад для овощехранилища. Разворовали и раздолбали его, значит, да. Она была восстановлена с большим трудом. Это будет отдельная тема для разговора. Но я хочу сказать, что это тоже древняя церковь, как я сказал выше, что она была построена по указанию господаря Молдова Василия Луку в 1648 году. В этом есть, было, значит, на фасаде церкви была мраморная таблица такая, где было написано, я господарь Молновой, Божьей милостью построил храм, значит, в честь тысячи святого Николая. Значит, ну вот примерно так. С тех пор храм являлся центром. Он был в свое время, ну, этим, мужским монастырем. Этот храм имел, значит, земельные наделы в селе Десантном. Он имел, значит, водные наделы в Дунае для рыбной ловли возле кислиц. Значит, то есть он играл огромную, как вам сказать, культурную жизнь, значит, в нашем крае. Значит, в советское время на нем висела чугунная таблица, что это здание является историко-культурным наследием. А не знаю, потом его составляют, значит, плиту, значит, чугунную и сняли, потому что превратили храм, ну, скажем, в склад для овощехранилища, значит, да. Остальное разворовали, иконы разворовались, были древнейшие иконы, значит. Все это было разворовано, сожжено. Вот. Ну, потихоньку храм восстанавливался. Вот. И я хочу показать последнюю картину, значит, о том, как храм вздавался в эксплуатацию. На картине вы видите сам фасад храма, еще не отгороженный от улицы. Значит, стоит с правой стороны Бадалан. Значит, в центре стоит Людмила Торостойко. С левой стороны стоит, значит, Паджаров. Население, вот, да, население, значит, вот тут стоит, сидит на скамейке с пилой, значит, да. Ну, с пилой сидит, значит, да. Мужчина. Это никто иной, как Иван, значит, Мэндру, Иван Семенович Мэндру. Он жил, значит, недалеко напротив проходной в городскую больницу, он уже умер. Он за свой счет в церкви сделал окна, двери, значит, то есть не работу делал, а материалы свои. И все остальное это он делал в честь для церкви. Конечно, отриима была забыта. Там сидит какой-то художник с дитутником. Вот стоит священник, вот, и стоят два ученика и ученица держат икону святого Николая. То есть об этом событии писалось в газете «Зуральская заря». Вот. Это было событие, конечно, для людей большое, потому что церковь все-таки восстановили. Но самое главное почему-то все-таки история умалчивает, так, кто же ее восстанавливал, какие люди сражались за ее восстановление, потому что фактически этой церкви не было. Я вам даже скажу больше, конечно, не хотелось бы праздничное настроение портить, но факт есть факт. Этим занималось культурно-просветительское общество, которое восстанавливало сейчас восстановление этой церкви, она организовывала население. И, значит, в чем суть этого, значит, моего рассказа, что я хочу рассказать в конце. Дело в том, что, значит, наше начальство, хотя после нашего давления, нашего общества, есть документы, что общество этим занималось, общество по восстановлению храма святого Николая. Деньги давали, но там и разборовывалось. Но дело в другом. Параллельно с деньгами, значит, это, значит, произошло такое событие. К храму подъехали две машины КамАЗа, грузовые такие машины, значит, да. И, значит, они начали грузить, разбирать стены церкви, а стены церкви были сделаны не из штучного камня, а из больших блоков, из весняка. Да, эти машины приехали с Белороднестровска. Белороднестровский какой-то там, какая-то организация заключила с тем же Бадаланом договор, а он был председат районного совета, значит, да, и с городским главой. Я уже не знаю, кто там был такой, значит, дальше. И они распродавали исторические эти вот блоки с этой церкви, которые несколько сот лет, значит, они уже там пропитались молитвами, и эти ауры священные, да, они распродавали это дело. Наш, член нашего общества, Кушнер Павел Валентевич, он сейчас уже умер, значит, да, он тогда работал, значит, преподавателем ГПТУ, вызвал полицию, значит, да, тогда была милиция, и они стали разбираться, в чем дело, почему вы разборовываете? Ну, тогда был Новик, начальник полиции, милиции, он подошел к этим приезжим, они показали какие-то накладные, что там уплачено, все, и пришлось все-таки отдавать эти блоки. То есть мы воевали за эту церковь любой ценой, не отдавали, значит, да. Ну, значит, как видите, все делалось. Но в конце концов эти блоки заменили, значит, как говорится, штучным камнем, 40 на 20, значит, да, на глиняном растворе стены возвели, конечно же, и сделали его. Ну, покушались на эту церковь, значит, как говорится, и турки, и сатары, и неодображательные наши, значит, как говорится, руководители, значит, да. Поэтому церковь спасена, она работает, она развивается, как и наша келья. Значит, келья уже, ее ждать нельзя. Улицы расширены, посажены платаны, строятся новые дома, на поселке Сырозе построен, значит, мини-стадион для молодежи, значит, да. Вот. Мы надеемся, что, значит, начиная с этого праздника, который мы отпразднуем, наш голову будет расцветать, становиться краше, а историю не забудут никогда. История ведет нас вершином каким-то, потому что, значит, так, тот, кто забывает историю, он забывает свое будущее. Если забывают историю, население идет в варварство. Мы должны идти к цивилизации и к нашим лучшим вершинам. Заканчивая свое высказывание в части про предстоящего праздника, я, кстати, хочу, в конце концов, сакцентировать на том, что то, что я рассказал, многие знают, многие читали, но все рассчитано для нашего подрастающего поколения. Оно должно взять от нас эстафету и что-то сделать хорошее для нашего будущего, чтобы наш город расцветал, чтобы он украшался, чтобы о нем пели песни, чтобы, значит, город, наш древнейший город на Дунае, чтобы был примером для других городов. Поэтому, значит, накануне такого праздника я хочу поздравить всех нас, кто тут, кто рядом со мной, мою семью, всех соседей, весь город наш, весь наш кирийский район, с большим праздником. День нашего города, день биографии нашего города, день отчета, что сделал наш город для нашего будущего. Спасибо. Спасибо большое за такой прекрасный экскурс в прошлое, спасибо за интересный рассказ. Дорогие друзья, я всех вас поздравляю с наступающим праздником. Я желаю, чтобы наш город с каждым днем становился все краше и краше. Всем килийцам я желаю крепкого здоровья, достатка и благополучия, мирного неба и Божьей благодати. С праздником! С днем рождения, Илья. Илья. Я родилась в краю на юге, в Бессарабии родной, и помню в детстве, как учила меня мама. Желай добра, живи, любя, А коль душа поет, то пой, а в поднебесной дали имя мне, Татьяна. Пусть льется счастье через край, пусть будет щедрым год, Пусть тем, кто ищет вечный рай, однажды повезет. Пусть в ваших семьях будет лад, пусть будет счастлив старым лад, и пусть любовь в сердцах не гаснет, а живет. Пусть в ваших семьях будет лад, пусть будет счастлив старым лад, и пусть любовь в сердцах не гаснет, а живет. Промчалось время, годы детские остались за спиной, Но вот родительских я слов не забываю. Иду по жизни не спеша, пою с любовью и душой, Чего и вам, мои, хорошие желаю. Пусть льется счастье через край, пусть будет щедрым год, Пусть тем, кто ищет вечный рай, однажды повезет. Пусть в ваших семьях будет лад, пусть будет счастлив старым лад, и пусть любовь в сердцах не гаснет, а живет. Пусть в ваших семьях будет лад, пусть будет счастлив старым лад, и пусть любовь в сердцах не гаснет, а живет. Пусть в ваших семьях будет лад, пусть будет счастлив в арабии родной, и помню в детстве, как учила меня мама. Желай добра, живи любя, а коль душа поет, то пой, а в поднебесной дали имя мне Татьяна. Пусть льется счастье через край, пусть будет щедрым год, пусть тем, кто ищет вечный рай, однажды повезет. Пусть в ваших семьях будет лад, пусть будет счастлив старым лад, и пусть любовь в сердцах не гаснет, а живет. Пусть в ваших семьях будет лад, пусть будет счастлив старым лад, и пусть любовь в сердцах не гаснет, а живет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова